Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ+. Итоговый выпуск новостей. Я Лариса Кириллова и мы начинаем. Сегодня в программе. Индустриальный парк Алтоп. Строители приступают к реализации проекта. Ребенок не сдал централизованный экзамен. Что дальше? Наступила ягодная и грибная пора. О чем нужно знать, отправляясь в лес? Уже через каких-то две недели на территории бывшего военного аэропорта в Лоциках появится строительная техника. И начнутся работы по строительству производственных помещений индустриального парка Алтоп. Заказчик проекта самоуправления доукупался. Стоимость 17 миллионов евро. Подробности в нашем следующем сюжете. 4 июля состоялось подписание договора между самоуправлением Дагуплса, Ахждаговской краевой думой и компаниями МОНОМ и АПОЛОДЭ, который предусматривает реализацию многомиллионного проекта по созданию индустриального парка Алтоп в Лоцике. Это исторический день, заявил марк Дагуплс Андрей Элксенеш, поскольку городское самоуправление приступает к реализации еще одного амбициозного масштабного проекта, цель которого заключается в создании современной инфраструктуры для привлечения инвесторов и создания рабочих мест, а также производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня в Латвии нет такого рода проекта по масштабу, когда порядка 11 тысяч квадратных метров, три производственного помещения по 3,5 тысяч квадратных метров каждое, где инвесторы могут заходить, где инвесторы на территории бывшего аэропорта могут видеть потенциал большой развития, потому что территория достаточно большая, где одновременно с Министерством экономики обсуждается вероятность о возможной все-таки завязке на железную дорогу для того, чтобы как раз-таки развивать это место, создавать новые рабочие места. Дивиденды от этого проекта получили самоуправление АУК Ждаговского края. В первую очередь речь идет о самом поселке Лоцике, в развитии которого сегодня уже никто не сомневается. Очень серьезный проект. Размеры инвестиций 20 миллионов. И это не шутки. Их необходимо освоить. В какой-то мере жителям придется некоторое время мириться с неудобствами в движении транспорта. Но зато в будущем все будет выглядеть намного красивее, нежели чем сейчас. И то, что городу государственного значения принадлежит эта земля, тоже хорошо. И как мы видим, этот проект будет реализован. И это хорошо не только для АУК Ждаговского края, да, выпился, но и для всей Латгали, а также для других регионов, таких как Сэлла и Авидзема. К слову, роль АУК Ждаговского края заключается в создании подъездных путей, создании тротуаров и уличного освещения. Общая стоимость проекта составляет 17 миллионов 125 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость. Работы по демонтажу существующих строений, строительства производственных корпусов, инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и благоустройству прилегающей территории. И это все предстоит построить подрядчикам проекта, компаниям МОНОМ и АПОЛОДЭ. Особенность этого проекта заключается в его объеме, площадь 11 тысяч квадратных метров. Это достаточно много, но мы строили и на больших территориях. Поэтому опыт работы у нас имеется, и нет сомнений в том, что мы справимся с поставленной задачей в установленные сроки. Но, как я уже сказал ранее, каждый проект для нас является особенным. Согласно договору, приступить к выполнению поставленной задачи строители должны не позднее 14 дней после подписания контракта. Завершить строительные работы необходимо до конца 2025 года. Централизованные экзамены оказались не под силу порядка 900 девятиклассникам школы Латвии. Они остаются на второй, а некоторые уже даже на третий год обучения. И если в этом году они не смогли преодолеть барьер в 10% от общего числа заданий, то в следующем году шанс получить свидетельство об окончании основной школы становится еще меньше, поскольку им предстоит выполнить 15% от предложенных экзаменационных заданий. И так до 18 лет, после чего такого ученика можно будет отчислить из школы, отправить его в свободное плавание без свидетельства об окончании основной школы и без права на поступление в профессиональную школу. Об этом далее в нашем следующем сюжете. В этом году централизованные экзамены провалили 915 девятиклассников. 654 из них не сдали экзамен по математике, 155 по английскому языку и 106 по латышскому. Всех их ожидает второй год в девятом классе. Министерство образования отмечает, что по сравнению с прошлым годом число не сдавших экзамены учеников уменьшилось. Но навряд ли это может кого-то утешить, учитывая, сколько школьников попадут в группу риска, начиная с нового учебного года. Каждый, не сдавший экзамены, не получает документов об окончании основной школы. И значит, он остается еще на год на повторное обучение. И ничего хорошего. В этом году в Дагопусе централизованные экзамены не сдал 51 ученик, что составляет 5,4% от общего количества школьников девятого класса. Не сдали латышский язык, 23 работы с результатом ниже 10%. Математику не сдали, 38 работ с результатом ниже 10%. И английский, 16 работ с результатом ниже 10%. То есть у кого-то один экзамен не сдан, у кого-то два, у кого-то три. К слову, в прошлом году централизованные экзамены не сдали 60 человек. Из них в этом году свидетельство об окончании основной школы получили 57 человек. Еще трое не сдали экзамен по математике, поэтому остаются в девятом классе уже на третий год, говорит Марина Исупова. Государство нам обещало, что будут изменения в нормативах, в регулировании, и будет возможность этим детям продолжать обучение в профессиональной школе, одновременно получая профессию и заканчивая основное образование. Но, к сожалению, изменений в нормативах не произошло. В этом году экзамены не сдали те ученики, которые не преодолели 10% барьер. То есть объем выполненных ими заданий был ниже этого показателя. В следующем году девятиклассники будут обязаны достичь 15%, а через год – 27%. То есть число не сдавших экзамены, вероятно, всего будет расти. И по большому счету при таком подходе государство лишает возможности этих детей получить даже профессиональное образование, потому что со справкой 18 лет о том, что ты прослушал курс основной школы, тебя ни в одну профшколу не возьмут. Следовательно, у тебя не будет профессии, работы, зарплаты. Ты не сможешь заработать себе на пропитание, оплату жилья и так далее. Одним словом, тупик. У нас по специалистам очень дискуссионный вопрос, а нужны ли нам такие централизованные экзамены. Если девятилетнее образование – это общее образование для всех, это обязательный минимум. Есть у нас государство в Европе, скажем, та же самая Финляндия, на которую мы все время смотрим, которые считают, что если ребенок 9 лет ходил в школу, был на уроках, то это уже по умолчанию значит, что он свою девятилетнюю программу закончил. И не нужно его истязать потом. Но нужно признать, что дети все очень разные. И некоторые просто по определению не могут сдать этот экзамен. И не потому, что они исключительно какие-то глупые. Есть сумма разных факторов, которые складываются. У нас среди этих детей есть дети, у которых нормальные годовые оценки. Но увидев эту работу, он, не знаю, впал в какой-то ступор, в результате чего сдал пустой лист. Марина Исубова подчеркивает, что сегодня экзамены сдавали дети, которые во времена пандемии оказались на удаленке. Эти дети – это те, которые 6-7 класс учились на удаленке. А это тот возраст и тот период, когда закладываются базовые знания, когда включаются все подростковые сложности. И учителя отмечают, что в большинстве своем они работали в 6-7 классах с пустыми черными экранами, а не с детьми. Надеяться на то, что вопросы решаться как-то сами собой не приходится. У человека, тем более подростка, должна быть возможность получить профессию, благодаря которой он сможет заработать себе на жизнь. В противном случае государство обречет этих людей на жалкое существование. Черника, малина, лисички и прочие грибы – все эти дары природы мы надеемся найти, отправляясь в лес. Но пока ты ходишь по лесу, ягодные полянки или грибов все чаще наталкиваешься сегодня на кучу мусора, в том числе и строительного. Понятно, что, вимо всему, человек. Вообще, чем сегодня живет лес? Об этом далее. Лес является национальным достоянием Латвии. Пока лесных угодий в нашей стране предостаточно. Но, как отмечают специалисты, лес ценен лишь тогда, когда управление им происходит качественно и разумно. Если владелец на сегодняшний день ничего не знает о своих лесных угодьях и не имеет долгосрочного плана, то возможность получить какую-то выгоду от леса существенно сокращается. Сегодня в латвийских лесах началась грибная и ягодная пора. Латвийцы отправляются с корзинками на свои места. Но, отправляясь в лес, нужно понимать, что он живет по своим правилам. И там хозяйничаете точно не вы. Да, и отправляясь в лес, не забудьте о том, что это время клещей. Клещи в этом году тоже их много. Те, которые собираются идти в лес, конечно, лучше прививаться против энцефалита. Но есть еще и болезнь лайма, против которой нет вакцины. Где-то 25% клещей переносят этот вирус. А те, которые побольше, это косули, ласли. Ну, сейчас у нас их становится больше в последние десятилетия. И, ну, проблемы может больше водителям автотранспорта. Потому что сейчас чаще столкновения происходят в основном с косулями, но также и с оленями, и с лосями. Как бы это ни показалось странным, но погодные условия тоже оставляют отпечаток на экосистеме. И ураганы также доставляют массу хлопот лесникам. Ветра, которые были в нашей местности, тут особенных каких-то ветровалов и буреломов не было. Есть отдельные места, где надо убирать эти деревья, вываленные и ломанные, чтобы не было потом опять инвазии насекомых, которые потом распространяются в лесу. Кстати, по-прежнему наш лес продолжает уничтожать караед, на которого, кажется, управы так пока не нашли. Одним словом, проблем в лесной жизни хватает. Но самое главное из них – это, конечно, человек. Зона активного и пляжного отдыха в нашем городе предостаточно, но насколько быстро можно до них добраться, используя городской общественный транспорт, узнавала наша съемочная группа. Лето в Далгавпилсе в самом разгаре, поэтому предприятие Далгавпилсат Эксме напоминает, что жители и гости города могут легко добраться до самых популярных мест купания, воспользовавшись услугами общественного транспорта. Далгавпилсат Эксме предлагает вам выбрать наиболее удобный маршрут и отправиться в путь. До центрального пляжа можно добраться на трамваях, курсирующих по маршрутам номер 3 и номер 5. Если рядом есть автобусная остановка, то есть маршруты, которые довезут вас до нужных остановок. Речь идет о маршрутах номер 3, 2, 2А, 11, 12Б, 14 и 23. Остановки-высадки – Стропская основная школа. Автобусные маршруты номер 4 и номер 5 следуют до озера Шуню, доезжая до остановки Эзеру-Ела, Пляву-Ела или Вентас-Ела. Так что все зависит от вашего выбора и желания, то есть какой водоем для своего отдыха вы желаете посетить. Также можно воспользоваться автобусными маршрутами номер 13 или 13А, которые останавливаются на основке Цай-Суэла. Автобусы ходят ежедневно. Автобус номер 10 довезет вас до Рогельского котлована. Предприятие напоминает, что по просьбам жителей расписание автобусного маршрута номер 10 было изменено до 31 августа, и теперь он ходит прямо до водоема. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте www.daugofpils.lv или уже узнать информацию, позвонив по телефону 29 90 92 92. Дауговпил Сатексмы желает вам насладиться прелестями летнего сезона. Продолжение летней темы «Знойное лето» 2024 года, несомненно, войдет в историю уже хотя бы потому, что только за июнь были побиты все температурные рекорды. Июль тоже обещает быть жарким, поэтому этим летом как никогда важно помнить о том, что длительное пребывание на открытом солнце может привести к различным проблемам со здоровьем. Медики в такие дни советуют выпивать не менее полутора-трех литров воды в день, и в этом смысле жителям Даугуплса повезло. У нас есть возможность утолить жажду, воспользовавшись так называемыми колонками, которые установлены на городском пляже и в парках. Подробности в нашем следующем сюжете. В жаркие летние дни очень важно защитить себя, близких домашних животных от зноя, прямых солнечных лучей и пить достаточное количество воды. Именно для этих целей муниципальное предприятие Даугуплс Утанс установило колонку на территории парка отдыха Эспланада. А всего в Даугуплсе таких объектов пять. Сейчас эти станции находятся в пяти местах в городе, то есть на Юдовке, Гриве, на центральном пляже в Стряпах, Дубровино парке. И сейчас новая такая станция установлена в парке Эспланады. Все эти объекты подключены к централизованной системе водоснабжения. В определенные сроки проходит техническое обслуживание. Большинство колонок в Латвии было установлено в последние десятилетия, но спрос населения на бесплатную питьевую воду летом в общественных местах только продолжает расти. В Екапелсе произошла ужасная трагедия. Стражи порядка в одной из квартир многоэтажек на улице Слымницес обнаружили два трупа, с которыми на протяжении нескольких дней в квартире находился 44-летний мужчина. Начат уголовный процесс, и стражи порядка пока не могут сказать, было ли это двойное убийство или пара умерла естественной смертью. Подробности в сюжете наших коллег из Екапелсе. Жители многоквартирного дома, расположенного в Екапелсе на улице Слымницес-4, понятия не имели о произошедшей трагедии в одной из квартир, пока не почувствовали неприятный, необычный запах. Мы где-то неделю чувствовали этот запах, а впервые обратили на это внимание 23-24 числа. Позвонили в домоуправление, потому что думали, что в вентиляционной шахте умер голод. Запах был таким, что просто невозможно. Мы живем на пятом этаже. Там невозможно было находиться. Вызвали полицию, чтобы выяснить, где настоящий источник запаха. Когда на место прибыли сотрудники полиции, они не сразу вошли в квартиру. Соседка, которая живет рядом с квартирой, сказала, что ее владелец не открывает дверь. Он говорит, что его матери нет дома, а что он заперт. Мол, когда она придет, тогда и впустят в дом. Потом они увидели, что с той стороны внутри замка есть ключ. И тогда они начали открывать первую дверь. У него две двери. А когда начали открывать вторую, то он выпрыгнул из окна. Квартира, из окна которой спрыгнул 44-летний мужчина, находится на четвертом этаже. От полученных травм он скончался на месте. В квартире были обнаружены два трупа. Женщины 1961 года рождения и мужчины 1959 года рождения. По словам соседей, погибшими оказались мать, выпрыгнувшая в окно мужчины, и ее друг. Эта соседка была нормальной женщиной. Время от времени я ее встречала. На работе она не была уже с Лигу, хотя и должна была быть. Это значит, что он находился в квартире с трупами более четырех дней. Когда тела выносили, было видно, что они уже разлагались. Потом приехали с Дома управления и все продезинфицировали. Правда, запах все еще сохраняется. По словам соседей, до произошедшей трагедии эта семья никогда не причиняла никому неудобства. Жили тихо и мирно. Они прожили здесь еще около года, но я видела их только два раза. Не было никакого шума. Я видела, что там живет женщина и двое мужчин. Вот и все. Правоохранительные органы пока не могут сказать, были ли обнаружены в квартире люди убиты или нет. В настоящее время возбуждено уголовное дело. И в завершении программы о погоде. В субботу будет дуть порывистый юго-западный ветер. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до плюс 19, плюс 24. В воскресенье знойный воздух будет поступать с юга, но с запада придет холодный фронт и пройдут дожди. Сильные грозовые дожди возможны преимущественно в восточной части страны. Ожидается порывистый ветер. В середине дня температура воздуха составит всего плюс 15, плюс 19. В Латгалии в этот же день температура воздуха может достичь 30 градусов. На следующей неделе погода станет более солнечной и теплой. К середине недели, возможно, жара до плюс 37. На побережье будет прохладнее. Возможно, сильные грозы. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok